Привет, друзья! Сегодня мы расскажем вам о пяти самых выносливых кроссоверах, двигатели которых способны проехать без капитального ремонта порядка 500 тысяч километров. Да, в основном это будут японцы, но встретятся и другие варианты. Без лишних слов, начнём. Пятую строчку надёжных моделей закрывает BMW X3, на которую до 2005 года ставили самые надёжные агрегаты. Да-да, X3 первого поколения могут покориться большие пробеги. Хорошая надёжность объясняется просто. В основе лежит одна из последних надёжных BMW, а именно полноприводный универсал третьей серии, E46. Но только чтобы добраться до заветной отметки в полмиллиона нужно выбирать машины с рядной шестёркой, серии M54. Объём 2,5 или 3 литра, это не столь принципиально. Такие двигатели ставили до 2005. А вот после 2005 появились слабые места, которые прописались под капотом, серии N. Про надёжность пришлось забыть. Проблемы у этих двигателей начинались уже после 100 тысяч километров. Если вы сможете найти автомобиль со старым агрегатом, за которым действительно следили, то X3 первого поколения вполне сможет соперничать в надёжности с японцами. На четвёртой срочке неубиваемый автомобиль. И это Mitsubishi Outlander первого поколения, который появился далёкие 20 лет назад. Но его до сих пор частенько можно встретить на дорогах. Под капотом классические бензиновые атмосферники. 2-литровый 4G63 или 2,4 литра 4G69. Оба очень живучие и выносливые, хотя и не блещут динамикой. К слабым местам Outlander относится подвеска, которая требует вмешательств каждые 150 тысяч. Реже подводит электроника. Интерьеры краска быстро теряют лоск, это частое свойство японских машин. В остальном же никаких проблем. Озвученные двигатели не доставят никаких неудобств. Но если вторичка вам не по душе, конечно, можете рассматривать и новые автомобили. И выгоднее всего это сделать на сайте компании Автоспорт. Это большой агрегатор, на котором собраны самые выгодные предложения от всех официальных дилеров. Кроме того, вы наглядно сможете увидеть, сколько можно сэкономить при покупке за наличные в трейд-ин или кредит. Останется сделать заявку на официальном сайте и ждать звонка менеджера, после чего забрать автомобиль у ближайшего официального дилера. Просто, удобно и совершенно бесплатно. Ссылка будет в описании, ну а мы вернёмся к рейтингу. Третий выносливый кроссовер с надёжным движком – Lexus RX первого поколения. Представитель премиальной дочки Тойоты. На нашем рынке немало машин из Северной Америки. Встречаются и праворульные близнецы – Toyota Harrier. Практически все автомобили на российском рынке оснащены тем же трёхлитровым мотором, что и Highlander – один MZ-FE. Только у Lexus с ним трудится старый четырёхдиапазонный автомат серии U140. Ресурс этой коробки выше, чем у её пятиступенчатого аналога. Агрегат без проблем доживает до заветных 500 тысяч. Ещё один плюс – салон Lexus отделан более дорогими материалами, чем, например, RAV4 или Highlander, поэтому и держится куда дольше. Слабым местом Lexus является коробка передач. Несмотря на свою надёжность, коробка очень медлительная по сравнению со своим пятиступенчатым аналогом. Отсюда делаем вывод. Чтобы у вас всё было идеально в Lexus RX, необходимо следить именно за коробкой. Двигатель не имеет никаких проблем. Серебро рейтинга занимает Toyota Highlander, но сразу стоит вспомнить, что двигатель данного автомобиля очень чувствителен к качеству масла. Полноразмерный кроссовер Highlander первого поколения выпускался с 2000 по 2007 годы. С движком на 2,4 литра, аналогичным графику. Но больше всего на рынке машин было с трёхлитровым V6 серии 1 MZ-FE, о котором мы только что говорили. При должном уходе трёхлитровая бензиновая шестёрка вполне способна преодолеть полмиллиона километров. Все основные агрегаты крайне надёжны. Да, о чём мы говорили, о масле. Залогом успеха этого кроссовера является своевременная замена масла и контроль его уровня. Слабым местом является быстрая потеря товарного вида внутри и снаружи. Чуть раньше может потребовать ремонта пятиступенчатый автомат U151. Но при отсутствии постоянных вылазок на бездорожье и своевременной замене масла эта коробка способна добраться до тех же 500 тысяч без полной переборки. Заслуженная вторая строчка нашего рейтинга. Ну вот и первое место. Конечно, это Toyota RAV4 с вечным мотором. Практически все RAV на нашем рынке оснащены бензиновыми движками. Да, машины прошлого и даже третьего поколения массово отметку в 500 тысяч километров так и не достигли. А вот RAV2 второй генерации 2000-2005 год свои полмиллиона уже пробежали. По ним видно и двухлитровые агрегаты серии 1 AZ-FE и двигатели 2 AZ-FE объемом 2.4 невероятно надежны. Принципом успеха данных двигателей является частое техническое обслуживание. Замена масла каждые 10 тысяч. Регулярная замена масла в автомате каждые 30-40. В этом случае автомобиль спокойно преодолеет полмиллиона без какой-либо капиталки. Но стоит помнить и про слабые места. Они в принципе как и у всех. Салон и кузов за полумиллионный пробег начато теряет товарный вид. Пластик интерьера у машин отполирован, затерт и местами покрыт трещинами. Обивка сидения не раз перешивалась или скрыта под чехлами. Тонкая краска кузова уже много лет как стала матовой. Назревает один самый главный вопрос. Что важнее, надежность двигателя или презентабельный внешний вид? Пишите ваше мнение в комментариях, ставьте лайк, если понравился этот рейтинг. И конечно подписывайтесь, если еще этого не сделали. Вы были на автомобильном канале ПРОАВТО. До скорых встреч.